Всем привет! Это обзор на видеокарту EVGA GeForce GTX 1080 FTW Gaming. А распаковку этой видеокарты вы можете увидеть в предыдущем видео. И начнем с внешнего вида. Не самый выдающийся дизайн, но в то же время интересный. Массивный радиатор покрыт защитным кожухом, выполненным из качественного пластика с алюминиевыми вставками. С соседчатыми частями кожуха находятся элементы подсветки. Обратная сторона видеокарты покрыта бэкплейном. И вот бэкплейн имеет самый интересный дизайн среди всех видеокарт. Жаль, что только не светится как у Asus. Вся система охлаждения состоит из двух частей. Первая часть это радиатор с шестью тепловыми трубками и подложкой гигографического чипа. А вторая часть это теплосъемная пластина, которая соприкасается с основными элементами видеокарты для отвода тепла. После детального осмотра видеокарты, я выявил один недочет в сборке. Это недостаточную толщину термопрокладок, используемых для отвода тепла от памяти. Вместо положенных для применения термопрокладок толщиной полтора миллиметра, были применены термопрокладки толщиной один миллиметр. Ввиду чего есть небольшой зазор, которая пропадает после хорошего раскочегаривания видеокарты при максимальной нагрузке. Одной из особенностей данной видеокарты является наличие переключателя, который устанавливает видеокарту в режим Master или Slave во время работы видеокарты в салай конфигурации. Мне это напомнило давние времена жестких дисков с параллельным интерфейсом. Что касается подсветки видеокарты. Она управляется фирменной утилитой UVGA Precision X OC. Сама подсветка имеет четыре различных режима работы. Первый режим статический. В данном режиме подсветка видеокарты светится заранее выбранным цветом. Второй режим работы это LED Visualizer. В данном режиме вы можете настраивать всякие эффекты подсветки вашей видеокарты из утилиты NVIDIA GeForce Experience. Третий режим это плавная смена всех цветов подсветки. И четвертый режим работы это обычное циклическое свечение подсветки разной яркостью конкретного цвета. Теперь расскажу про подключение видеокарты и мониторов к ней. Видеокарта по размерам далеко не маленькая. Система охлаждения занимает два слота в высоту, а в ширину имеет более широкий профиль, чем референс на видеокарту, так как имеет более сложную систему питания. Ну а про длину говорить вообще страшно. 26 см. Еще один несущественный минус видеокарты это отсутствие индикаторов подключения дополнительного питания. Из-за чего даже я привлекал сразу подключить кабели к видеокарте, так как привык к ASUS-овским индикаторам, которые сигнализируют красным цветом, если не подключено дополнительное питание. К видеокарте можно подключить 5 мониторов. Три из них через DisplayPort версии 1.4, один через HDMI версии 2.0b и еще один через DVI-D. Следующее – это начинка видеокарты. Из стандартного – это графический чип Pascal GP104 от компании Nvidia и 8 чипов памяти GDDR5X от компании Micron. А вот не из стандартного – это 12 фаз питания против 6 фаз у референсной видеокарты. Здесь мы плавно переходим к производительности и разгону видеокарты. Для начала скажу, что сама карта не работает на тех частотах, что заявлены. В 2D приложениях частота чипа равна 253 МГц, а памяти – 405 МГц. При этом видеокарта работает бесшумно, а под нагрузкой видеокарта разгоняет чип до диапазона частот 1975-2025 МГц. Собегая вперед, расскажу про разгон. Благодаря 12-фазной системе питания данная видеокарта разогналась по чипу до 2.1 ГГц, а по памяти – до 11.2 ГГц, что считается очень неплохим результатом по сравнению с видеокартами от Nvidia или других производителей, у которых результаты разгона по чипу в районе 2-205 ГГц и 10.5 ГГц по памяти. Разгон видеокарты проводился при помощи фирменной утилиты UVGA Precision XOC, а потом результаты перепроверялись при помощи утилиты MCI Afterburner. Результаты разгона видеокарты получены без повышения напряжения на чипе, так как в утилите MCI Afterburner данная опция заблокирована, а в утилите UVGA Precision XOC повышение напряжения на чипе, на 70% из доступного номинала не дало никаких результатов и подвинуться даже на 20 МГц дальше, чем 2.1 ГГц не получилось. Во время тестирования и разгона видеокарты были установлены специальные параметры вентилятора, которые не позволяли температуре чипа подниматься выше 60 градусов Цельсия. Все результаты представлены в виде таблиц, в которых видеокарта тестировалась на родных частотах, а также при разогнанных чипе и памяти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Исходя из полученных данных и тех условий, при которых проводилось тестирование видеокарты, я могу заключить следующее. Видеокарта имеет высокую производительность за счет высокого саморазгона. Принудительный разгон видеокарты дает мизерный прирост производительности, который даже не стоит потраченного времени на него. Температура особо не влияет на разгон, а влияет только напряжение на чипе и памяти, к управлению которыми нет доступа, ввиду чего покупка водяного охлаждения не является целесообразным, для получения более высоких результатов. В результате данная видеокарта оказалась отличным продуктом без особых нареканий, которую я рекомендую к покупке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова